Уважаемый президент, уважаемые присутствующие, о здравоохранении, о проблемах, задачах, путевых решений я могу говорить часами, но если вы не возражаете, я выдержу регламенты и вкратце за 5 минут постараюсь то, что мы сделали в 2014 году, вам доложить. Не возражаете? Давайте, хорошо. В 2014 год наши медицинские организации, как и все в принципе организации, работающие в системе здравоохранения, трудились в рамках послания президента Российской Федерации, губернатора Самарской области, а также в рамках тех нормативных правовых документов, которые выпускались в Министерстве федерального и регионального значения. В 2014 году медицинскую помощь оказывали 36 врачей, 138 медицинских работников со средним медицинским образованием. У нас функционирует 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 офиса врача, общей практики, стационар на 87 коек. За 2014 год мы обслужили амбулаторно 130 тысяч пациентов, то есть каждый житель Елховского района 6 раз был на приеме врача. В стационаре пролечено порядка 2400 пациентов, стационар, замещающий помощь в дневных стационарах, получило около 1000 человек. Скорая медицинская помощь обслужила 6500 вызовов. За 2014 год, как ни печально, население Кожкинского района уменьшилось на 350 человек. За это время родилось по всей области детей, родители которых зарегистрировали в Кожкинском районе, 220. У нас в роддоме 121. Естественная коголь составила 130 человек. И это по демографическим показателям. Я не беру именно приезд, уезд, именно рождаемость и смертность. К сожалению, за 2014 год ситуация не улучшилась. Как и по 2014 году, если в пересчете брать на год, у нас скончается, если так вот пойдет, порядка 350 человек. Рождаемость на том же уровне, что была в 2014 году. Обращайте внимание при анализе, что лица трудоспособного возраста, мужского пола, молодые парни погибают от отравления суррогатами алкоголя. И в январе 4 случая смерти в трудоспособном возрасте, это мужчины, все мужчины, которые погибли от употребления суррогатами алкоголя. Это очень серьезный вопрос. Это все очень серьезный вопрос, и его надо ставить на заметку и работать вместе с правоохранительными органами и с администрацией. В этом году, в этом году, естественно, мы будем работать над вопросами смертности. Хотя смертность это больше социальный фактор, не только медицинский. Мы не можем заставить человека не пить, вести его здоровый образ жизни, если у него не будет понимания того, что если он не остановится, это приведет неминуемо к тем печальным результатам, которые есть. Проблема эта социальная, как и здоровье. Это совокупность полного социального, экономического, психического и только в последнюю очередь физического благополучия. На данный момент у нас очень остро стоит кадровая проблема. А нет практически дублирования врачебного персонала. Более того, отсутствие некоторых специальностей. Это по отрино-ринкологии. На длительном больничном листе находится у нас психиатр-нарколог. Попытки, я скажу, достаточно серьезные со стороны администрации в виде предоставления жилья. Оплата арендного жилья. Сейчас работает программа региональный земский доктор, согласно которой молодые специалисты уже до 45 лет получают миллион рублей подъемных. Если едет в сельскую местность, ситуацию не исправляют. Сейчас я вел переговоры с пятью специалистами. Это невролог, врач общей практики, дерматолог, отрино-ринголог и врач-травматолог. Надеюсь, надеюсь, что в ближайшее время эти пять специалистов к нам придут. Гарантированно мы ждем врача-педиатра летом и врача клиника лабораторной диагностики. Но клиника лабораторной диагностики это не клиницисты и прием они не закроют. Мы обращались и в наш Самарский государственный медицинский университет, присутствовали на открытых дверях, общались с студентами, которые заканчивают обучение. Но, к сожалению, пока дальность удаления от регионального центра играет свою отрицательную роль. Молодые специалисты работать в такие удаленные районы идут крайне неохотно. Но, я думаю, над этим вопросом мы совместно с администрацией будем работать. Будем работать над привлекательностью именно Кошкинского района. После беседы и собеседования с ректором Самарского государственного медицинского института к академикам-котельникам Геннадием Петровичем нам был назначен куратор нашего района. Это президент Самарской областной ассоциации врачей, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, клиника Самарского государственного медицинского института, заслуженный врач России, доктор-профессор Измалков Сергей Николаевич. Вчера был первый его визит в нашу больницу, знакомился с коллективом. Такие визиты будут регулярно, раз в месяц. И специалисты кафедры будут проводить консультации жителей Кошкинского района по тем профилям, которые на кафедре они изучают и которые им свойственны. Объявление об этом будет в газете заблаговременно. То есть как бы люди, профессоры к нам в район пойдут и раз в месяц мы будем организовывать такой прием. Мы будем работать над электронной регистратурой, которая сейчас есть, но качество ее работы крайне низкое. Будем этим заниматься. Конкретно все я буду указывать со страниц газеты, которую я понял, вы читаете. И на интернет-портале нашей больницы. Открыли мы пункт, как раздача питания, или я не знаю как его правильно, с Николаем Петровичем Харитоновым. То есть в нашей больнице сейчас можно приобрести определенные виды продуктов, если вы достаточно длительное время там пребываете. Это неплохо, на мой взгляд, с точки зрения удобства для пациентов. Розничная аптека у нас работает, но, к сожалению, ассортимент товара у нас пока скудный. Сейчас мы над этим вопросом трудимся. Я думаю, через три недели там появятся именно те медикаменты, которые нужны для лечения определенных заболеваний. Стараюсь я сохранить коечный фонд нашей больницы, потому что сейчас койка работала в прошлом году. В прошлом году неудовлетворительно, но те цифры, которые показаны в январе месяце, оптимизм внушает, и наши доктора прониклись этой проблемой. Я думаю, коечный фонд мы нашей больницы спасем. У нас было заслушивание в среду, позавчера, 18 февраля, перед министром зоохранения Самарской области. К сожалению, он не присутствовал, были все три заместителя. Работа нашей больницы по итогам 2014 года признана удовлетворительной. Указано на те недостатки, которые есть. Я надеюсь, что вместе с тем коллективом, который присутствует в больнице, поверьте, это профессиональный коллектив, достаточно адекватные люди. Есть у нас недоработки, есть проблемы. Многие мы знаем, но в 2015 году постараемся исправить те организационные моменты, которые присутствуют. И могу сказать, что для повышения качества и удовлетворенности населения медицинской помощи, в принципе, иногда финансовые вложения необязательны. Достаточно просто хорошее отношение, доброжелательность, внимание, вежливость пациентов. И над этим мы тоже будем работать. Спасибо за внимание. Готово. Спасибо. Спасибо.